Слава на Бога! У нас есть новые люди? И мы имеем новые хора? Встаньте, пожалуйста. Встаньте, моля. Как вас зовут? Иван и Саша. Вы откуда? Да. Да. А, ну мы очень рады. Давайте поприветствуем. Таки поприветствуем. Очень рады. А вас как зовут? Саша. Вы откуда? О, у нас... У нас конкуренция идет то с Казахстана больше, то с России, с Украины. Вот Белоруссия, да. Мы очень рады. Давайте поприветствуем. Маша, присаживайтесь. Маша, мы тоже очень рады тебя видеть. Мы так скучали, мы говорим, да где уже Маша, где наша красавица? Ну все, ты здесь, мы спокойно можем начинать. Да, ну, сегодня моя очередь, да, проповедовать. Неское мое рейд да проповедуем. Вообще, братья, хочу вас вдохновить. Братья, из камдави вдохнове? У нас, знаете, была библейская школа и разные преподаватели готовили. И мы хмей библейская школа, и различные преподаватели сыготвили уроки. Из начинающих. От начинающих. Да, и, знаете, с большим отрывом на первое место у нас вырвала сестра Саша Коновалова. И на первое место учителите Александра Коновалова. Потом вышла Аня, ну у нас есть студенты Духовной Академии, они должны были подготовить проповедь. Прямо еще да подготовить проповедь. Да, выходит наша Аня, которая вот вела прославление. Излезла Анна, которая вводит хваление. И в Ютубе с огромным отрывом вырывается по количеству набранных там этих просмотров, голосов. Братья, мотивируйтесь. Мотивируйте се. А то мы тяжелую артиллерию пустим Олега Григорьевича Пермякова. Тяжко-то артиллерия, жди пустим Олег Григорьевич. Нам как-то надо этот братьев поднимать. Требовато быть диками, братья. Просмотры братьев. Я шучу. Шигуваемся, естественно. У нас благословенные братья, да. Благословенные братья. Наверное, сестры более эмоциональные, да. Сигурно у вас есть три с собой эмоциональные. Более красивые, да, наверное. Набирают больше голосов просмотров. И собирают повече гледания и голосове. Ладно, у меня сегодня такая тема, это «Приготовьте путь Господу». Моята тема е такава днес, «Приготовайте путь на Господа». Я думаю, что все знаете, вы все у нас подкованы уже, все христиане. Всички знают вече подкованности, христианисты. Ну, просто я не так давно читала «Ивангелие» от Иоанна. И как-то вот, знаете, ну, может быть, по-новому как-то мне открылось это место. Да, я бы хотела с вами поделиться. Я вообще первый раз с очками выхожу. Так, не хочется. У кого был такой период в жизни, в хорошо стопроцентное зрение, а потом бамсы, оказывается, очки нужны? Кой имал такой период в живота, куда-то ему требовавше учила? Было, да? Поднимите. Ну, слава Богу, я не одна. Слава на Бога, не сам сама. Не, просто когда стопроцентно, стопроцентно, а потом бамсы вдруг говорят, надо очки, не хочется. Ну, я, я все равно стараюсь без очков пока. А с пакцией стараюсь без очков, если что, я одену. Давайте мы прочитаем «Ивангелие» от Иоанна, первая глава. Да, прочитаем «Ивангелие» от Иоанна, первая глава. С 19 по 23 стих. От 19 до 23 стих. И вот свидетельство Иоанна, когда иудеи прислали из Иерусалима священников и левитов спросить его «Кто ты?». Он объявил и не отрекся, и объявил, что я не Христос. И спросили его «Что же, ты Илия?» Он сказал «Нет». Пророк, он отвечал «Нет». Сказали ему «Кто же ты?», чтобы нам дать ответ, пославшим нам. Что ты скажешь о себе самом? И он говорит вот такую фразу, я думаю, что мы ее все должны знать наизусть. Мисля, че тази фраза, твое изречение трябва да знаем наизусть. Он сказал «Я глас вопиющего в пустыне, исправьте путь Господу, как сказал пророк Исаия». Отпележете този стих «Аз съм глас на едного, който вика в пустынето, прав правейте я пъти на Господа», как то речи пророк Исаия. Знаете, вот здесь мы видим, что Иисус и Иоанн Креститель, они исполнили волю Отца. Днес тут виждаме, че Иисус и Иоанн исполнили волю Отца. Они знали, что им нужно сделать. И они это сделали. Мы знаем, что Иоанн, он готовил сердца людей для покаяния. Мы знаем, че Иоанн и готовил сердца Танохорта к покаянию. И крестил их в воде. Сам Иисус был крещен в воде Иоанном Крестителем. То есть, получается, эти два человека знали, что хочет от них Бог. Души сознали, как его иска Бог Отца. Но это вообще очень здорово, когда мы знаем, что Бог от нас хочет. Часто мы не знаем, что Бог от нас хочет. Часто не знаем, как его Бог иска от нас. Или не хотим знать, что Бог хочет от нас. А кто еще не принял водное крещение с полным погружением? С полным погружением. Все у нас, да? Не принял. Вот я вам рекомендую, послушайте Дерека Принца. А с вами рекомендуем, да послушайте Дерек Принц. Проповедь о водном крещении. Вот ничего лучшего я не слышала. Ничто по-добро не сам чувала. Он говорит о том, что водное крещение. Поверьте, че той казва, че водное покрещение. Мы знаем, что это завет. Служить Богу верной совестью. Но он говорит, что это момент посвящения Богу. И той казва, че твой момент на посвящение на Бога. Это не значит, что вошел в воду сухой грешник, вышел мокрый грешник. Това не означава, че в вода ты влязл сух грешника и излязл мокр. Да. Это момент принятия и посвящения своей жизни Господу Иисуса Христа. Давайте посмотрим, какая была жизнь Иоанна Крестителя в пустыне. Да поглядим, каков и был живота на Иоанна Крестителя. Ну, кто знает, расскажите немножко. Кое знает, расскажите мало. Мы будем такую картинку рисовать сейчас. Тересуемся, как твое изображение. Он жил последний... В пустыне был оденен в его байдер, в верблюжьего места. Да. Да, сейчас я в микрофон скажу, чтобы записалось. Спасибо. Он жил в пустыне. То есть, живел его в пустыне? Его одежда была где-то написана из верблюжьей шерсти. Атигета была написана грубая, да, просто. Дрехитимуса били от грубокожи. Да, да. Потом в пустыне, сейчас маленькое добавление. В пустыне ночью очень холодно, поэтому, естественно, ему нужны были теплые одежды. Днем очень жарко. Ну, вот мы из Центрального Казахстана, у нас там... Не у Центрального Казахстана. Так, у нас степи, и вот... Да, зимой минус сорок, лето короткое, но плюс сорок, в общем. Да, мы немножко знаем. Не, малко знаем. Да, но в пустыне, в течение дня температуры. Но в пустыне-то, през дня температурите. Да. Кушал он саранчу, поношеных. Хранился с... А, как это будет? Саранча... Стрикал. Соскоколец. Да, и дикий мед. И с... И дикий мед. Див мед. Вернее, мед диких пчел, вот так, да. Поскоро мед у диви пчели. Да, дикого меда нету, да? Как мы кушаем мед обычно? Как сахраним с мед? Да ладно, пальцы. Кто как любит? Вот я люблю на сыр намазывать. А с харесом, да намажа вверху... С орешками, да? С кашковал. Или с орехи. А? С овсянками. С овесене ядки. Сразу видно, кто на каком питании. Ну, мы обычно ложкой берем, да, и намазываем. Но не обикновенно сослужить со взъемами и намазываем. А кто-то пытался из улья пчелы достать мед? А някую питывали ли се от улей до извади мед? Ел? И как? Нормально? И то, если хранился с див мед, со что? Я потом расскажу. Потом хорошо. Отдельную проповедь с тебя. Отдельную проповедь за твашь течаками. Ну, я думаю, что надо сначала с пчелами подружиться. Трябва да се спряте лише с пчелите. Да. Вас привлекает вообще эта жизнь? Привлечили ведь тоже живот. Ну, на пару дней. На пару дней. За няку кудни. Чтобы адреналин поднять. Адреналин да вдигнем. Да, да, да. Как закончил Иоанн Креститель? Как и приключил Иоанн Креститель? Как закончил жизнь? Да. Ему отрезали голову. Отрязах ему главата? За желание одной девушки. Да. Заради желания то на една дама. Вы бы у нас вообще первое место заняли бы в библейском курсе. И бихте заели первое место при нас. Знаете, вот, когда ты готов выходить на служение... Знаете ли, куда-то си готов да излизашь на служение. Вернее, ты никогда не готов. Никуда не си готов. Потому что твоя плоть всегда кричит. За что-то твой это плод виногевика. Зачем мне это нужно? За какого метрябва твоя? Но они исполнили Иоанн и Иисус волю Божью. Но те же исполнили Иоанн и Иисус Божья эта воля. Аминь. Знаете, я знаю одного... Его зовут Кайрат, брата. А спознал один брат? Кайрат. Кайрат. Он из Южного Казахстана. То есть Южный Казахстан? Он учился в педагогическом институте на физическую культуру. И институт на физическую культуру преподавал в институте. Преподавал его в университете. В школе, да, в физкультуру. И вдруг что-то произошло, и он стал бесноваться. И заведнешне что-то случило, и то и стану об себе. Он пошел к врачам, врачи говорят, ну... Мы можем только приглушить это, мы не лечим. Не можем само до гу... Он пошел к муле в мечеть. Можем до гу направим по малку, но не можем до гу спреем. И то и утищил в джемье. Да. И мула ему говорит, мы не можем тебе помочь. И мула ему казва, не можем, да тебе помогнем. Но говорят, есть такие церкви. Но казва, има такие вот церкви. Иди, они освобождают. Утиди, те освобождают. Он нашел такую церковь. То и намерил такого церква. Приехал в другой город. Дошел в другой город. Ну, потому что в Южном Казахстане такие церкви в основном, они по квартирам собираются. За что-то в Южном Казахстане такие вот церкви основно в домовой зиспират. За него молились. Он получил освобождение. Той получил освобождение. И он прочитал, что те, которые пострадают и отдадут жизнь за Иисуса. И то я прочитал, что те, которые пострадают и отдадут жизнь за Иисус. Это будет вообще отдельная такая категория людей. И он стал так проповедовать Иисуса. И то станет так, когда проповедовал Иисус. Просто нарывался на нож. Что той всякость сам себе искал мужа. Да, да. Но потом ему объяснили, что не надо. После ему объяснили, что не треба. Если Богу угодно будет, то он даст тебе такую ситуацию. Има такова воля, то я ще даде такова ситуация. Да. Смотрите. Поглядните. Иоанн приготовил путь для Иисуса Христа. Иоанн и приготовил путь за Иисус Христос. Кто верит, что будет второе пришествие Иисуса Христа? Кое верва, че ще буде второе пришествие на Иисус Христос? Вы знаете, мы были в Турции, в Истамбуле. Мы познакомились с одной женщиной. Она, кстати, из Белоруссии. Она вышла замуж за турка. Тя се умыжила за турчин. И мы разговаривали с Ним. И не говорихме с Него за Бог. И он говорит, вы знаете, но мы, мусульмане, верим во второе пришествие Иисуса Христа. Знаете ли, ние, мусульманите, верим во второе пришествие на Иисус Христос? Да ну. И ние. Мы не знали об этом. Не знаехме за това. Ну, то есть даже мусульмане верят. То есть даже и мусульманите верят. Вопрос. Вопрос. А кто приготовит путь для второго пришествия Иисуса Христа? А кой же ты приготовил путь за второе пришествие на Иисус Христос? Церковь. Церковь. А церковь это кто? А церковь это Куиса. А еще точнее. А уж ты поточну. Я. Ас. Аминь. Аминь. Вопрос в следующем. А как я могу приготовить путь для второго пришествия Иисуса Христа? Ну, вы пока подумайте. Помислите. Смотрите. В девяностых годах мы очень много пели. Мы очень много проповедовали о втором пришествии Иисуса Христа. За второе пришествие на Иисус Христос. Была такая песня, Мессия, ждем тебя. Да, мы ждем тебя. Имаше такава песня. Скоро мир увидит царя. И мы таки, да, Иисус, гряди, гряди, гряди. Да, Иисус, ела, ела. И как только жизнь стала налаживаться у всех. И изведнъж, когато живота започна да става по-добър при всички. Благосостояние християн стало улучшаться. На християни започна да се подобрява. Песня это забылась. Тази песен се е забравила. Проповеди стало говориться меньше об этом. Проповеди по-малко стали. По-малко проповеди говориха за това. Больше о том, как быть счастливым. Повече за това, как да будем счастливи. Вдруг в христианстве какие-то учения пошли, как любить себя. Изведнъщего христианства то започнаха някакви движения, как да се убичаеш. Я думаю, когда последний раз пелись такие песни? Я свикам, кога запоследно са се пели такива песни? На конференции, не помню. На конференции не се сещам. Да, как-то и не выходят. Не в тренде нынче такие песни. Не са популярны тези песни. Знаете, я приведу един пример. Ще ви кажу един пример. Воспользуюсь все-таки сейчас очками. Конец Второй мировой войны. Япония сдалась Америке. Генерал Дуглас МакАртур принял сдачу и приел тува. Понятно, да? То есть войска, армия Японии приняла, сдалась. Опустили все японские храмы. Немножко про Японию. Япония больше всех убила и замучила миссионеров. Япония на первом месте убила и измочивала на многом изюмнере. Есть фильм, Павел, подскажи, пожалуйста. Молчание, да. Этот фильм, кстати, нам сама японка порекомендовала посмотреть. С Павлом училась японка. Она говорит, посмотрите. Нам некоторым стыдно до сих пор за этот фильм. За то поведение, да. Итак, возвращаемся. Конец Второй мировой войны. Опустили все японские храмы. Из праздника все японские храмы. Люди становились на колени. Хората се заставили на колени. И кричали или завикали на генералу Дугласу МакАртур. Твой Бог сильнее. И генерал говорит. И генерала казва. Обращается к церквям. Убръстася к церквите. И говорит. И казва. Пожалуйста, дайте мне сейчас 10 тысяч миссионеров. Моля, дайте ми 10 тысяч миссионеров. И Япония принята Иисуса Христа. И Япония ще приеми Иисус Христос. Дайте мне. Он ходил по церквям. Он обращался к правительству. И говорил. Сейчас момент. Храмы японские опустили. Храмове японските са се изпразнили. Дайте мне 10 тысяч миссионеров. И Япония примет Иисуса Христа. И Япония ще приеми Иисус Христос. Америка дала аж. Америката даде толкова много. Аж. Три миссионера. На сегодняшний момент Япония остается закрытой страной для евангелизации. Япония остава закрыта държава за евангелизация, защото. Этот момент был упущен. Този момент и бил изпуснут. Что такое приготовить пусть Господа? Какво е да приготвиш път на Господа? Знаете, Исаия, когда произнес эти слова... Иоанн Креститель, когда произнес эти слова... Иоанн Креститель, когато е казал тези думи... Он сказал... Той казал. Написано здесь, что он процитировал пророка Исаию. Пише, че той процитировал пророка Исаия. Давайте мы сейчас прочитаем, что же он процитировал более подробно. Исаия, 40 глава, с 3 по 5 стих. Исаия, 40 глава, от 3 до 5 стих. Глаз вопиющего в пустыне. Приготовьте путь Господу. Прямыми сделайте в степи стези Богу нашему. Слушайте внимательно, да? Слушайте внимательно. Всякие долго наполнятся, и всякая гора и холм допонизятся. Кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются. Сделаются гладкими. И явится слава Господня, и узрит всякая плоть спасения Божие, ибо уста Господни изрекли это. Знаете, я хотела бы сказать, слава Богу, за нашего брата Эдди Кириана, кто не знает, да? Он сейчас в Сирии как миссионер. Он пишет послание, читайте, поддерживайте ему. Человек, который вырос, в общем-то, в комфорте. Там температура сейчас за 40. Он написал, что, представляете, в шортах-то нельзя ходить. То и писал, что с косые шорты не можешь доходить. Я привык здесь, футболочка. А сам свикнул только с теннискими, с косые шорты. А там нельзя. А там не можешь. Свет дают, по-моему, он писал 4 часа в день. Светлена дават 4 часа на день. Ток, да, ток. И, извините, без кондиционеров. И извините, без климатици. И извините, без холодильников. И извините, без холодильницы. Но он счастлив. Но то есть счастлив. Он счастлив. То есть счастлив. И я очень рада за него. Я много рада за него. Аллилуйя. Аллилуйя. Так что такое? Что такое сделать прямыми стези? На болгарском. Что такое, как всякий дол наполнится? Гора и холм понизятся. Какое пригответе пустыня топаться на Господа? Направите бесплодное место правдрум. Да. Что такое, когда горы понизятся? Какое всякая планина и холм стеснящи? Ну, для нашей жизни. Какое означало за наше живот? Мне надо все, чтобы знать, как это в жизни использовать. Треба да знам, как всичко да го прилагам в свое живот. А что такое кривизны, да, исправятся? Какое означало кривите места, что станут прави? Кто-нибудь ходил пешком в горы или куда-нибудь? Някой вервелли, пешал из планините. Ходили в горы. Как вам, как легче? Как и полезно. Вот так вот, вверх подняться, вниз, вверх-вниз. Так а на долу, на горы или на правпад? По ровной дороге, да. По правпад. Хорошо. А водители есть здесь? А имели шоферы тук? Да. Ну, смотрите, по прямому пути, например, на машине, да, со средней скоростью. Ну, например, 120 километров. За сколько мы можем на машине доехать? Со 120 километров. По прямой дороге. Как образом можем да изменим поправ под сускулата? За час, да. За один час. Ну, сразу видно, кто с какой скоростью любит ездить. За час, да? Ну, возьмем полтора часа. Сега, что видим, видях мы кое-как в Бичадакара. Час, час и полно. Хорошо, смотрите, до Бургаса 120 километров. Сколько ехать? До Бургаса 120 километров. Минимум 2 километра. Да, да, да. Ну, сразу еще один гонщик, да. Почему за два часа? За что за два часа? Потому что там есть неровная дорога, да? Неравен путь. А, да, и вот так, и вот так. И така, и така. И смотрите, Иисус нам говорит. И поглядите, Иисус не казва. Мы сказали, что церковь готовит путь Господу. Не казахме, что церковь готовит путь Господа. Церковь это мы. Церковь это вас мини. Церковь это я. Церковь это самас. И теперь Иисус говорит. И сейчас Иисус скажет. А исправьте, пожалуйста, дорогу. Пусть она будет ровная вот так. Да боди равна така. Не вот такая. Пусть она будет ровная вот так, не вот так. Да боди права не така. Горы пусть понизятся. И планета се снижат. То, что внизу пусть наполнится. Това, коетое долу да се наполни. И что нам делать? И как вонии да правим? Копать. Да ровим? Лопаты, кстати, есть. Слышно с лопатците ги имаме. Я у Бога спрашиваю, ничего не поняла. И аз Бог го питам. Нищо не съм разбрала. И мы сидим на общение в Бургасе. Ни стоим на общението в Бургасе. С пастырями, петковами. С пастырите Петкови. И он размышляет. И той размышлява. И он говорит Исус. И той казва Исус. Так облегчил вообще Бог. Так облегчил через Исуса доступ человека к Богу. Бог толкова е облегчил пътя през Исус Христос. Через Исус, да. Кам хората. Нет. Кам Бога. Людям облегчил доступ к Богу через Исуса Христа. То и облегчил пътя на хората. Кам Бога через Исус Христос. И вдруг он говорит это слово. Он говорит, он выпрямил все. И я такая, вау. И я такая, вау. Я зацепилась. И аз се зацепих за това. То говорит, давай, Господь, дальше будем двигаться. И я сказам, Господи, на татак да ворвим. Исус со своей стороны сделал все для нас. Исус от Своя сторона всичко направил за нас. Ну, люди усложняют постоянно. Хората постоянно усложняют. То гордость, то нежелание послушания. То нет смирения и так далее. Ну, в принципе, все очень просто. Правда же? Но по принципу всичко это тосто просто. Хорошо. А что от нас требуется? А какво все искают нас? Как мы можем выровнять путь? Да исправим путь. Для второго пришествия Иисуса Христа. За второе пришествие на Иисус Христос. Знаете, я взяла четири най-важни сфери. Аз взях четири най-важни сфери. Я считаю то, что мы должны делать. Там, където ни трябва да го правим. Первая сфера – это семья. Първата сфера – това е семейство. У кого есть еще неверующие родственники? Кой има още неверващие роднини? Я хочу так сказать. Искам така да кажа. Вот где мы должны проложить путь. Че това е, където ни трябва да проложим пътя. В первую очередь. Знаете почему? На первое место. Знаете ли за что? Потому что именно родственники, они труднее всего принимают. За что то роднините най-трудно приемат. Что мы должны молиться за них? Че ни трябва да се молим за тях? Верить. Да вярваме. Говорить им. Да им казваме. Ну это самое тоже трудное, да, наверное? Това е най-трудно, да, сигурно. Но стараться вовремя говорить. Да се стараем на время да го казваме. И показвать делами. И да показваме с делата. Мы им должны принести Исуса Христа. Ни сме длежни да им донесем Исус Христос. Атмосферу Исуса Христа. Атмосферата на Исус Христос. Мы недавно, нам нужно было для получения болгарского гражданства. Получить отказ от казахстанского гражданства. И это оказалось намного сложнее вообще, чем получить разрешение на болгарское гражданство. Если бы мы знали, мы бы еще 10 лет назад начали бы это. И одно от условий нужно было, чтобы все родственники Чтобы написали согласие. Да напишут согласие. Или у нотариуса в Казахстане. Или при нотариусе в Казахстане. Или в консульстве казахстанском. Или в казахстанском консульстве. И у пастора брат в Германии живет. И брат на пастора живет в Германии. А там вообще, говорит, не записаться в консульство. Очередь на несколько месяцев. И мы говорим, мы оплатим все, приезжаем. И мы всичко ще платим, ела. Вместе сходим к консулу и напишем все. И ему подходит время, мы ему набираем. И он говорит, я не могу. Представляете, я должен был выйти на работу, а меня сократили. И ему там до пенсии несколько лет осталось. И он вообще в шоке. Говорят, обещают пособие. Если будет пособие, мне нельзя выезжать. Обещают пособие, обаче, ако ги получава, няма да може да излезе от държавата. И пастор говорит, мы помолимся за тебя. И они казвали, не, че се помолим за тебя. Ще имаш работа. Церковь помолится за тебя. Церковь помолится за тебя. И вот мы встречались с ним. Он говорит, вы не поверите. Но следващий день мне звонят. И говорят, есть работа, выйдешь. И он говорит, я прихожу туда. И той казва, аз утивам на там. И говорю, мужики, представьте. И казвам, мъжи, представете. У меня брат говорит, там, и церковь, молились за работу. Я получил работу. Там брат и церковь-то. Ми се молиха за работу, я получих работу. Но он у виска крутит. То е така в роти. Ну, другие говорят, ты че, веришь в это, что ли? И другие тебе казвам, ты веришь ли в тварь? Он говорит, ну тут хочешь, не хочешь, поверишь. И той казва, ими искаш, не искаш, типо веришь. И потом он с нами разговаривает. И после той с нас и говорил. Ну ладно, давайте, как вы там говорите? Пусть бог все усмотрит. И той казва, ими как ви казвате, ими бог всичку досмутри. Потом говорят, черт, нормально. Это я не буду говорить. Все услышали, да? Ну, короче, идет, идет только. Ворвит, ворвит. И у нас у всех были неверующие, ну мы вышли из неверующих семей. Поэтому мы прошли этот путь. И не провервяхме този путь. Надо молиться. Треба да символите. Когда кажется, что это невозможно, уже все обстоятельства показывают, что не уверуют твои. И не верва у человека, не надо поверва. Есть писание, и мы говорим, что я верю, есть место, где ты сказал, уверуешь ты, уверует весь дом твой. Ако ти поверваш, ти поверви целия твой дом. Но это наша ответственность. Но това не то, что Иисус сказал и все. Това не Иисус да го е казал и всичко. Вторая сфера. Вторая сфера. Первая семья. Вторая семейство. Вторая сфера. Важно занять свое место в церкви или в теле Христовом. Кто я в теле Христовом? Кой сам аз в теле Христовом? Мы должны приготовить путь для неверующих людей, чтобы они пришли, вот они пришли в церковь, а путь ровненький уже разровняли. Это тоже наша задача. Когда вы идете в церковь и слышите, что прославители репетируют, вам нравится? Скажите, сразу настроение такое. Чувате и как репетируют хвалители. А еще, когда они их охочут, вообще классно. Особенно, когда се смеят и много готином. А еще мы заходим, а полы чисты и все убрано, классно, да? И не влизаме и пода исчистим. Настроение еще больше поднимается. Калитку открываем, там чистенько все, пыли нет, здесь вообще очень пыльно. Здесь за неделю вот такой свой пыли. А вы открываете, здесь все чисто уже помыли. И вы такие классно идете. Виноград. Орех. Классно, да? Настроение поднимается. А еще, если вы голодные, потом раз, чай с бутербродами. Гладни, если этого има чай со санвичей. Да? А еще, если слово хорошее получили. И получите и добро слово. А еще, если кто-то подошел и сказал, у тебя классное платье. А после, когда ты пришел и тебе сказал, имаш готи на рок. Прическа. А брату подошлись и сказали, слушай, ты сегодня так сказал, помолился, хорошо. Ну, что-то приятное сказали. Ты толково добре себе казал, толково добре себе помолил. Нечто приятное, кто тебе скажет. Приятно ли? Приятно. А теперь спросите, а мое место в теме Христовом, какую функцию я исполняю? Кому я поддержку дал? Но кого давам подкрепа? Пришел унитаз помыл. Дойдох и изчистих туалетната. Ну, их тоже кто-то моет, да? Някой сегурно ги чистит, сы что? Пришел, проветрил. Дошелся и си проветрил. А кто-нибудь приходил первый, когда здесь никого нет? А някой идвал ли первый, когда никого нет? Понятно. Да, пастор Андрей винаги. Не очень приятно, правда? Не, много приятно. Зимой холодно, нужно кондиционер включить. Летом жарко. Зимата ест дену, треба допустим климатика. Нужна проветрить, открыть все. През летото е топло, треба да проветрим всичко. Никого нет. Эх, опять опаздывают. И не знаешь, позлиться или нет. Нет, ну ладно, смиримся. И ты все мыслишь, дали, да ты едосаешь, и мы добре, что ты смирим. Правильно я права, нет? Правильно ли казом? Ну ты давно уже смирился. Что я несу? Знаете, я первый раз пришла в церковь, это было среди недели вечер. И я не знала, что такое церковь. Я не знаю, какова церковь. Но я очень искала Бога. Начинала читать Библию, ничего не понимала. Мало, еще раз начинала, ничего не понимала. Отец мой военный был. Баштами военен. Мама была руководителем. Полный атеизм. Но мне сказали, приехал какой-то миссионер. Кореец из Америки. Можно прийти послушать. И я такая, о, ну классно. И вот скажите, как вы заходите обычно в новую группу людей, в помещение, где вас никто не знает? Скажите, как вы влезете в новую группу от хора, в помещение, когда никто не вы познала? Как? Скромненько. Скромно. Что вы чувствуете? Как вы усествуете? Что чувствуете? Стеснение, неловкость. Что еще? Сейчас разберем. Сейчас. Война план покажет. Сейчас разберемся, она сказала. Сига, что управим. Ну, а теперь представьте, что вот это же испытывает человек, который первый раз заходит. И сега представяйте, и това го испытывает человек, который за первый път влиза. Что вы можете сделать? Какое вы можете да направите? Для этого человека. За този человек. Да му се усмихнем. Отлично. Приятна дума да кажеш. Место освободить, да? Да освободиш място. Да помогнеш. А то нас любят все вот тут вот са, вот это вот все. Всички обичат да се събират там до стената. Человек зашел первый раз вообще, что-то происходит непонятно, шумно, все, еще и места все забиты. Текать поздно. Уже увидели меня. Сесть некуда. Еще и опоздал. Что делать не знаю. И тут кто-то подходит, улыбается. Добро пожаловать. И после някой идва и се усмихави и казва, добре дошел. Вот если вы видите первый раз человека там, пожалуйста, вот прям все вскачите и освободите ему место. Освободите ему место. Не, вдруг кто-то не заметит. Обычно мы думаем, мы же ответственный человек за то, чтобы. Я обычно сижу тут и думаю, ну кто-нибудь сообразит уже или не сообразит человека пропустите. Аз понякога сидя на място и си мисля, някой ще седу. Мисли ли да посрещен човек или нет? Все встаем, и вот здесь, хотя бы здесь ему путь проложим. Выровняем ему здесь путь. Я шучу. Я пришла первый раз в церковь. Ну понятно, мне 19 лет, я вся сжалась, я никогда не была. Что тут вообще? Что, почем? Не знаю, не знам ни что. И ко мне подходят, улыбаются. И говорят, хотите, у нас бутерброды с чаем. И казват, искате ли, имаме сандвичи с чай. Конечно хочу, я после института вечер. Я сказавам, естественно искам. Аз съм след университет вечерта. И мне дали бутерброд. И ми дадоха сандвич. Упакой вкусный. И той бил толкова вкусен. И еще чай сладкий. И чай сладок. Вообще. Я на всю жизнь это запомнила. За цял живот ко запомних. Я отходила от Бога. Ну, мой путь, да. По путям и асам все бласкло. Я ошибалась. Бог. Грешила сам. Но мне всегда хотелось вернуться в церковь. Но винаги миссия искала до северного церква. И вот, знаете, есть евангелисты. Они вылавливают людей. И мы евангелистика это такая. Хважда, хворота? Кто-то в интернет-пространстве, да? В интернет-пространстве. Кто-то у себя на работе. Някой на работе. Кто-то на улице. Някой на улице-то. Кто-то на играх вот здесь. Някой тук на стол на этой игре. И он выравнивает путь. И той изправя пътя. Он становится другом этому человеку. Той става приятел на този човек. И говорит, безопасно туда входить. И казва, безопасно е там да влизаш. И им готовят путь. И приготвя пътя. И вам еще хочу напомнить. Исус для нас приготовил путь. Още веднъж искам да ви напомня. Исус не е приготвял пътя. Давайте не будем эгоистами. Давайте будем людям тоже готовить путь. Да готвим и на хората пътя. Амин. Третя сфера. То место, где тебя поставил Бог. Онова място, где Бог тебе поставил. Я думаю, что вам Бог сейчас откроет это. Мисля, че Бог сега ще ви утвори това. Может быть, это ваша работа. Может быть, это город. Может быть, это град. Может быть, это страна. Может быть, это държавата. Знаете, мы сейчас периодически ездим в Стамбул, преподаем там в Духовной Академии для будущих миссионеров. И вот нам сказали, для нас неважно, насколько хорошо и досконально вы знаете Библию, нам важно, как вы практически ее применяли в своей жизни. Потому что миссионеры, которые попадут в мусульманские страны, они должны знать, как применять Слово Божие в практической христианской жизни. Знаете, я расскажу, ну, такое наше свидетельство. А что вы расскажете такое свидетельство на нас со супругами? Мне было где-то примерно, наверное, лет 26. У меня двое детей. Две работы. Потому что когда муж решил быть пастором и ушел с работы... Ну, чтобы вы знали, никто не платит за это. Но знаете, никто не плачет за этого. Да. И вот, пришлось бизнес начинать. И требовалось започвать бизнес. И как бы мне хотелось и развиваться. Меня пригласили в институт преподавать. Пока не хаме в институт преподавал. Я взяла четверть ставки. Взяли одна четверть ставка. Сыну пять лет. Сына меня на пять години. Дочери три года. Дочери на три години. И муж говорит, открываем церковь в поселке. Но я, если что, звезда такая. Я там лидер прославления. Лидер на хваление. У нас там танцевальное прославление. И мы и танцуем, что хваление. И он говорит, завязываем тут все. Здесь уже достаточно служителей. Тут достаточно служителей. И мы едем в деревню. Думаю, какая еще деревня? Еще ночью меня вез специально, чтобы я не видела. Не утиваме. Той сигурно специально призна, что ме я возил. Да, приехал один брат, который там усиленно молили, чтобы церковь была. И везут нас. Я думаю, Боже. Темного се молили, да има церковь. И не утиваме на там. Я си мисля, Боже. Вечер темно. Куда мы едем? Едем, едем, едем. И не путуваме, 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 путуваме. Я ничего не поняла, куда мы приехали. Но там была домашняя церковь, в которую он вел. И все таки, ура, церковь начинается, аллилуйя. И всички са толкова доволни. Ура, започва церквата, аллилуйя. И начались наши будни. И започнаха будни дни и дни. Воскресные. Воскресные будни. Двое детей, синтезатор под мышкой, полтора часа на автобусе. Две деца, синтезатора с мен, в автобуса няколко часа. Два часа служения проводим. Два часа служения только проводим. Людей под мышкой, синтезатор, гитару под мышкой, полтора часа обратно. И час и половина на обратно. Приезжаем и просто падаем. И идваме в кашти, и просто падаме. И това е неделен ден. Отопления там нет. Люди живут без отопления. Минус 30. Отопления нет. Хората живет на минус 30 градусов. Актовый зал примерно, чуть больше вот этого. Актовый зал и малко погуляем от наста. Мы поем. Пеем. Пар. Пар из Лиза. Во рту. Мы провели как-то ночное служение. У одной сестры молитвенное. И это было субботы на воскресенье. И мы решили, мы помолимся в субботу, хорошо, ночью чуть-чуть поспим. Добре пресс-суббота. И воскресенье на служение. Малко спим и пресс-неделя на служение. Отопление нет. А, затопление. Зима, ну здесь зима не такая там. Зима-то. Только зима-то не такая, как ты там. Я, короче, под двумя одеялами шуба сверху. Ноги ледяные. Ноги не чувствую. Ледяные ноги. Ага, шуба еще сверху. Два одеяла шуба. Да-да, а сам шуба и краката с ледяне. Я такая, Боже, куда я попала вообще? Да, думаю, Боже, куда я попала? На что я подписалась? Вы когда в церковь приходите, вам про христианство что говорят? У вас все наладится в жизни? Полный холодильник будет. Кстати, каялись основатели вот этого движения. Полного холодильника. Знаете, через три года нам люди говорят. Знаете ли, след три години хората не казват. В тот момент, когда вы открыли здесь церковь. В тот момент, когда вы утворите церковь. Да, мы делились. До вас три года не было ни одного дождя. Ни одного дождя. Все облака проходили мимо. Земля засохла. Люди сказали, это проклятая земля. Хората са казали, че това е проклятая земля. Единственный завод, къде люди работали, он закрылся. Девочки-школьницы выходили, там траса проходила, на трасу. Момичета от училища, те са излизали на трасата, колкото да си изкарат пари. Ну, не буду говорить, что все это сопровождалось алкоголем и наркотиками. Няма да ви казвам, че всичко това се сопровождало от алкоголем и наркотиками. Ну, немножко смешнова, да, расскажу. Малко смешно ще ви расскажем нещо. Первый месяц пастор приезжал в рубашки и в пиджаке. Първия месяц пастор е идвал с риза и с сако. Да, но потом поняли, что мы пугаем людей местных. Но ние после разбрахме, че ги сплашваме местните хора. Что надо попроще вообще деваться. Че трябва по-просто да се обличиме по... У нас увярвала директор школы. Казашка с Южного Казахстана. На пиццоветах она говорила, что нужно верить в Бога. Учили там в школе, она говорила о том, что нужно молиться. А потом мы пришли и говорим, а че мы можем помочь как церковь вам? А после не идваме и казваме ни като церковь, с какво можем да ви помогнем? И она сказала, Наталья Ивановна, я хочу, чтобы вы преподавали. Наталья Ивановна, искам вие да преподавате. А у меня две работы. Аз имам две работи. Двое детей. Две деца. Ну, дом никто не отменял, да? Вкъщи, да, никой не отменял. Ну, хорошо пельмени вареники были. Закинул сварила. Добре, че имаше пельмени, малко така да ги свариши, готово. И еще мне дали самый трудный клас, пятый клас. И ми дадоха най-труден клас, пяти. Ну, если что, я-то не готовилась к этому. Я не съм себе готовилась к этому. Ну, дети радостны, новая учительница. Децата са толку радостни, нова учителка. А потом раз мы задачу неправильно решили с ними. А после идва задачата, не я решихме правил на состях. По русскому языку неправильно там что-то подчеркнули. По русский язык нечто неправильно сме подчертали. И после идва доволна классная руководительница. Наталья Ивановна. Их казва Наталья Ивановна. А вы знаете, что родители возмущены тем, что вы на продленке с детьми допускаете ошибки. Че вы на продолжительните часове с ученицами допускате грешки. А я преподаватель в институте в это время. Минуточку. А я преподаватель в институте по това време. Представейтесь. Знаете, когда мы говорим, Бог, что мы можем сделать для тебя. Знаете ли, никуда доказываем, Бог, какво можем да направим за Теб. Обычно это не то, что мы думаем, какое-то приятное занятие. Обикновенно не то, за кое-то си мыслим не. Вот все, что я хотела, это бросить эту школу. Но мы знаем, что эту землю нам тогда поручил Господь. На нас ни я дал Господь. Муж вошел в 40-дневный пост. Съпруга ми влезе в 40-дневен пост. Но нам как-то, мы сдаваться не привыкли. Ние не сме свикнали да се предаваме. Потом, знаете, что мы решили? Мы решили кормить детей. Дети, оказывается, учились. Оказывается, и децата са се учили. А потом они шли на продленку голодными. А после са идвали след училището на другите часове. И с церкви сестра с чайником, с печеньками. Вы знаете, мы когда приняли решение, что мы будем кормить детей. И сестра от церквата идвала с сандвичи и с чай. И ни, когато взехме решение да храним децата, сразу нашли спонсоры, которые сказали, мы будем давать деньги на то, чтобы вы кормили детей. И мы начали кормить детей. И не започнахме да храним децата. Ти са се нахранили, и след това още часове. Это была тоже победа. И това също беше победа. Не буду вас томить. Няма да ви измъчвам. Восстановили завод. Восстановиха завода. Дали отопление в этом районе. Дадоха затопление в този район. Аллилуйя. Аллилуйя. И Бог сказал нам, а теперь дальше двигайтесь. И Бог ни е казал, и ми сега вървете нататък. Итак, третья сфера – это то место, къде тебя поставил Бог. Спросите у Бога, где я могу проложить путь. Вот вы знаете, мы в том районе, в том поселке, мы проложили путь для того, чтобы люди могли прийти к Господу. Они видели чудеса. Четвертая сфера. Четвертая сфера. Но мы подходим, наверное, к самому главному. Ой, время как летит. И сега започнем с най-важното. Это великое поручение. Это от Матфея – идите и научите. Това е от Матфея – идите и научите. Мы знаем, что живем в последнее время. Не знаем, что живем през последнее время. Ученики, кстати, тоже ждали пришествия Иисуса Христа. Приченицки също са чакали пришествия на Иисус Христос. Аминь. Аминь. Вы знаете, осталось сейчас, когда Иисус придет. Ну, все знаем, да? Знаете ли, кога ще дойде Иисус? Когато Евангелието? Будет проповедано по всем народам. Ще бъде проповедано и с всички народи. Сейчас осталось окно 10.40. Можете в Гугле посмотреть. Это страны, где не проповедовалось Евангелие. Това с държави, където не се е проповедвало Евангелието. Където не е приятно. Это в основном мусульманские страны. Това основно са мусульманските държави. Это паралели 10.40 по Меридианы. И там са паралел 10.40 по Меридианите. И включая Северную Корею. Вы спросите, что я могу сделать. Как я могу приготовить. Знаете ли, Иисус был очень хорошим стратегом. Если смотреть разные Его встречи с людьми. Встреча с Самарянкой и так далее. Если вы прочитаете отдельно все эти встречи. Вы увидите, что Иисус был очень хорошим стратегом. И Он четко знал конечную цель. Мы должны точно знать вообще конечную цель. И точно требует узнать крайную цель. За какво асам тук. Зачем вы здесь в Болгарии. За какво въезды туква в Болгарии. Зачем мы здесь в Болгарии. За какво низме туква в Болгарии. У нас Турция рядом. Тук Турция близит у нас. Можно картинку. Можно ли изображение. Знаете ли, что согласно писанию. Знаете ли, что согласно писанию. В Битии 15-18. В Битии 15-18. В Битии 15 глава 18 стих. И где по Библии обитованная земля. Наверху что находится. А выше Турции. А выше Турции мы. А вы знаете, что такое, как переводится Турция. А вы знаете ли, как приводится Турция. Это наш главный епископ получил. Твой наш главный епископ получил. Тур – это дверь. Тур – это врата. С немецкого. Кейс английского – замок. От немецкого языка. А кейс английский – ключ. Извиняюсь, да. Ключ от двери. Замок. Ключ от вратата. Замок, который открывает дверь мусульманские страны. Това е катинар, който утваря врата към мусульманските държави. Знаете, я хочу сказать, что нам не нужно ограничивать себя. Нужно мечтать. Искам да ви кажу, не треба да се ограничаваме. Трябва да мечтаем. Мы 6-7 лет назад. Преди 6-7 години. Семьей были в Стамбуле в Софийском соборе. С семейството бяхме в Софийский собор. Не были. Посетите обязательно. Ако не сте били, посетете го. Вы знаете, когда в Турцию пришли, ну как бы турки, до этого же... Когато в Турции это садошли турчаните. Вы знаете, что эта земля была, там очень много церквей. Семь церквей. Знаете ли, что эта земля имала много церквей. С 7 церквей. Которым апостол Иоанн обращается в книге Откровения. Ком какой-то апостол Иоанн се обращал в книгу Откровения. Все эти 7 церквей находились на территории Турции сегодняшней. И сейчас есть, кстати, тури по этим церквям. И сега има и турове из тези церкви. И вы знаете, мы пришли в этот собор, а там... И знаете ли, не дойдохме в този собор. Все замазано. А там всичко е... Боедисану. Только кое-где фрески остались. Само някои изображения останаха. И у меня такая ревность. И аз такава ревност имах. Я говорю, Боже. Я свикам, Боже. Здесь же вообще христианство зарождалось. Тут христианство се зараждало. Я так хочу, чтобы здесь все восстановилось. Толкова искам всичко да се восстанови тук. Но аз какво мога? Часто вам кажется, но что я могу? Чисто ли ви, сеструва, аз какво мога да направя? Кажется, вообще ситуация такая. Ну вообще, вот все просто. Все против нас. Все против меня. Всичко е против мене. Что я могу? Но аз какво мога да направя? Мы можем да направим своята малка работа. А если каждый сделает свою работу, знаете, Бог как пазлы соберет и произведет свою работу. Да. И мы решили с мужем что мы будем открывать в Анталии церковь. Служение. Но так как мы можем находиться без визы пока три месяца, но только то не можем до сенамирами там без визы три месяца. Каждый из вас может туда приехать. Всякий один от вас может да утили там. На миссию пока нас нет. На миссию это да кто не няма. И продолжить служение. И да продолжить служение это. Я думаю, что это такое как вызов для каждого. А смысл читавая кату предизвлекательства за всякий. Знаете, я хочу закончить одним местом писания. Искам да приключиться с одним местом на писание это. Обычно люди говорят, да что я могу? Бекновейно хоро таказыват. И ми аз какво мога да направя? Что я могу сделать? Какво аз мога да направя? Давайте мы откроем Матфея 11 глава. Довутворим Матфея 11 глава. 4 по 11 стих. От 4 до 11 стих. Это место из писания, где описывается. Товое место от писания, это когда ты себя описывал. Когда Иоанн был, Иоанн креститель был в тюрьме, и он отправляет своих учеников к Иисусу. И сказал им Иисус в ответ ученикам Иоанна. И Иисус сказал на учениците на Иоанн. Пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите. «Слепые прозревают и хромые ходят, прокаженные очищаются и глухие слышат. Мертвые воскресают и нищие благовествуют. И блажен, кто не соблазнится о Мне. Когда же они пошли, Иисус начал говорить народу об Иоанне. Что смотреть ходили вы в пустыню? Трость ли ветром колеблемую? Что же смотреть ходили вы? Человека ли одетого в мягкие одежды? Мы говорили, что он не в мягкие одежды был одет. Носящие мягкие одежды находятся в чертогах царских. Что же смотреть ходили вы пророка? Да, говорю вам, и больше пророка, ибо он тот, о котором написано. Сей я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой предо мною». И дальше он говорит. «Истинно говорю вам». Это сейчас нам он говорит. «Из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя, но меньший в Царстве Небесном больше его». Кто этот меньший? «Я». «Ас». Кто этот меньший? Который больше Иоанна Крестителя? Знаете, я хотела бы закончить одним видеороликом. Это небольшой кусочек проповеди. Франсис Чана называется «Вечность». И се казва… «Вечность». И се казва «Вечность». Давайте мы посмотрим. Минуточку, подождите, подождите. Да, 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 сейчас Даша. Просто Даша будет параллельно переводить. Все, можно? Включаем. «Вечность». Франсис Чан. Франсис Чан. Франсис Чан. Какой будет Ваша встреча с Иисусом Христом? Мои поступки, многое с того, что я делаю, предиктовка тем, что я думаю о будущем. И я думаю о том моменте, когда я увижу Иисуса. Потому что я понимаю, что все, что я делаю, принесет либо вознаграждение, либо сожаление. Так это и будет. Скажем, у меня будет свободный день. И хорошо, тогда в тот день, в будущем, когда я увижу Иисуса, какие мои действия принесут награды, а какие разочаруют. Я могу на эти деньги купить много интересного для самого себя, но в тот день, понимаете, я ожидаю того дня. Может быть, сегодня я отдам эти деньги бедным, потому что в тот день я получил награды за это. Наверняка, каждый из наших покупал вещи, о которых мы теперь сужели. И мы сейчас говорим, да, зря потратили деньги и там, и тут. Думайте о том, что мы скажем в конце всего. Когда вы будете стоять пред Богом, будете ли вы сожалеть о публикушках, которые вы на себя навешивали? Будете ли вы сожалеть о стиле вашей жизни, об одежде, которую вы носили? Как по поводу времени? На что вы тратите время? Скажите ли вы в тот день, что вы очень рады, что присмотрели целых 7 тысяч фильмов в интернете? Или же вы будете сожалеть, что на земле я расстраиваю все время? Представьте, что вот эта вот веревка тянется очень далеко и никогда не кончается. Просто представьте, что ее можно пару раз обернуть вокруг Земли. На самом деле это не так. Она заканчивается на той стороне с земли. Но просто представьте, что эта веревка тянется до бесконечности. И теперь представьте, что эта веревка является шкалой председателя вашего существования. Вы будете существовать лично. А вот этот вот красный наконечник, видите? Это будет представлять время вашей жизни на Земле. У вас есть несколько коротких лет здесь на Земле. И потом у вас есть еще целая личность где-то еще. Это шкала времени в вашей жизни. И что меня поражает, это то, что многие из вас думают только об этой красной части вашего существования. Это все, о чем вы думаете. Вы просто эти подмещены. Вы говорите себе, я не могу дождаться вот этого момента. Я буду много работать, я буду откладывать деньги. И потом вот в этой вот части я буду наслаждаться жизнью. И вы просто поглощены этим. И вы думаете, смогу ли я путешествовать, смогу ли я покупать себе качественную пищу. И вы думаете, сможете ли вы еще что-то делать, о чем вы мечтаете. И я вас спрашиваю, вы что, что вы не со мной шутите? А как попробовать всего это? Как попробовать личности? Это меня просто с ума сходят. Потому что вы научились, что мои поступки во время вот этого вот маленького красного отрезочка, они определяют, как я буду существовать в течение миллионов и миллионов и миллионов лет в вечности. И поэтому зачем мне тратить вот этот вот маленький красненький промежуточек, пытаясь устроиться как можно более комфортабельно? Наслаждаться вот этим вот маленьким кусочком по полной программе? Апостол Павел говорит, я потрачу свою жизнь на служение, я истрашу свою жизнь, я вложу свою жизнь для того момента, когда я пересеку эту заветную черту. Я запутал во всех наслаждениях, которые находятся вокруг меня, я не буду смотреть по сторонам, я буду как спортсмен, я буду стремиться к цели, когда я встречусь с Богом. Потому что, когда я наконец-то встречусь, у меня уже не будет здорового шанса. У вас есть всего один шанс здесь на земле, и он может закончиться в любую сипугу для любого из нас. И потом начнется движение. И я не буду обманываться, я не буду настраивать свою жизнь. И некоторые люди смотрят на мои действия и говорят, ты так глупо поступаешь, потому что в конце концов это повлияет вот для этого. И вы знаете, что я отвечаю, это вы глупые, потому что мои мишени будут влиять на все вот этот рот. Поймите, я серьезно об этом говорю. Я наплездаю за тем, как люди живут и думают, это же такое сумасшествие. Вы так глупо тратите свою жизнь. Вы сейчас вот это вот сделаете, чтобы насладиться этим только сейчас. И вы должны знать, есть ли у вас завтра в день. И вы думаете, что вы умно поступаете, а я глупо. Понимаете, это не только смысл. Мы не должны смотреть по сторонам. И, конечно, это все искушает, искушает каждого из нас. Жить на земле сложно, потому что все вокруг живут именно так. Люди вокруг нас живут для этого красного отрезка. Никто не думает о миллионах лет после этого. Это ужасное обольщение, которое каждого из нас подстерегает. Но я не собираюсь так поступать. Знаете, жили себе апостолы в Иерусалиме, все было хорошо. Живели с апостолами в Иерусалиме, всичко было добре. И начались гонения. И с започинали гонения. Аллилуйя. Аллилуйя. Потому что Евангелие начало распространяться. За что-то Евангелие это започинало, да се распространяло. В Украине какие церкви? Я восхищалась. Нигде таких огромных церквей не было. Никогда не амотолково гулять в церкви. И что началось? И как вас започено? Аллилуйя. Аллилуйя. Вы запаленные, по-болгарски запаленные, как это по-русски. Везде запаление. Вы зажженные. Везде запаленные. Идите и распространяйте Евангелие. У тебя и распространяйте Евангелие. Ну теперь послал. Той Бог сегави испратил. Белорусы? Белорусы. У вас там сложно к вам возвращаться. У вас там финансовые и политические моменты. Трудно да се врештели там финансовые и политические моменты. Аллилуйя. А как вас еще выпнуть? Как оште да ви изгоним? А? Мы не жертва. Не не сме жертви. У Бога все под контролем. Бог его в контрол на цичку. Давайте спрашивать не почему, а зачем. Допитами не за что, а за кого. Какое я могу на новом месте сделать? Какое я смогу направить на новое место? Знаете, к нам, когда приходили в церковь, мы только начали. И мы людям говорили, Бог что-то для вас приготовил. Не просто так. Бог нечто ви приготовил. Не просто так же вы здесь. Не просто так же вы здесь. Как вот не избираешь? Я думаю, что в последние времена Бог очень стучится к нам. Бог той чукана вратата при нас. И когда мы встретимся с Иисусом, Он спросит, ты выполнил свою миссию на земле. Направил ли си своя миссия на земята? Что с твоими родными? Какое со своими роднини? Какое служение ты нёс в теле Христа? Я тебе доверил определённое место. Людей. Город, страну. Град, держава. Ты принёс туда атмосферу Царства Божьего. Донесал ли си там атмосферата на Божьито Царство? А что с новыми народами? А какво с новыми народами? Которые ещё не слушали Евангелие? Кои-то още не сочували Евангелието. И что мы ответим Ему? И какво още мы отговорим? Давайте мы сейчас помолимся. Я попрошу прославителей. Дайте да си помолим. Ще помоля хвалителите. Я хочу поблагодарить. Знаете, что у нас в церкви есть пример такой, как Эди. Я думаю, мы на границе с Турцией. Болгария должна отправлять от каждой церкви минимум по одному миссионеру. На границе с Турцией Болгария требует спрашивать по неим миссионеру Церкви. Минимум по одному миссионеру. Дорогие церкви. Дорогие церкви. Давайте будем молиться за это. Да си молим за това. Жизнь короткая. Живота е краток. И мы встретимся с Иисусом. И не ще се срещнем с Иисусом. И дадим Ему отчет. Аминь. Давайте мы встанем, помолимся. Я очень хочу, знаете, помолиться. Я хочу, чтобы эта проповедь не просто пришла и забылась. Я хочу, чтобы прямо сейчас, во время молитвы, Бог показал, почему я здесь. За что сам тук. В чем меня Бог хочет использовать. В какого Бог искуда меня использовал. Просмотрите свою жизнь. Поглядните свой живот. Я верю, что каждый из вас проходил какие-то трудности. Но вы не предали его. Вы не роптали. Вы не жаловались. Вы не стесе уплакали на него. И я верю, что в большинстве из присутствующих Бог, Богу есть за что похвалить. Но давайте мы не будем останавливаться на этом. Давайте мы спросим его, Боже, что ты хочешь? У меня есть еще время на этой земле. Что ты хочешь от меня? Я хочу исполнить волю твою. Как Иоанн до конца исполнил волю твою. И если вы сейчас не знаете, что приготовил для вас Бог, может быть, было так неожиданно, что вы оказались здесь, сейчас, в этой стране. Давайте мы сейчас просим. Просто задайте вопрос Богу. У нас сейчас будет музыка. И в этот момент вы можете поговорить с Богом. Посмотрите, где ваши, может быть, слабые места. Может быть, вам трудно в доме проповедовать. Спросите Иисус, дай мне стратегию. Дай мне мудрости, как доносить Слово Божие в своей семье. Дай мне терпение, упорство, чтобы я мог молиться за них. Дай мне вот эту жажду, переживание за моих родственников. Я не хочу, чтобы они попали в ад. Я хочу радоваться с ними на небесах. Посмотрите другую сферу в церкви. Знаете, те места, которые, может быть, вам кажутся, вот здесь надо сделать так, вот здесь надо сделать так. Встань и сделай. Встань и сделай. Значит, это твое место. Не приходи просто как потребитель. То место, которое Бог тебе приготовил. Работа. Какой-то район. Някой район. Еще что-то. Что, Боже, как я могу приготовить путь для этих людей? Как я могу им донести Твою атмосферу? Как я смогу им донести Твою атмосферу? Тебя. Дай мне мудрости. Дай мне мудрости. Это ответственность моя. Твоя моя отговорность. Боже, используй меня для достижения всех людей, тех народов, которые еще не приняли Евангелие. Вы знаете, что кто-то финансами служит. Кто-то молитвой. Кто-то идет и сам говорит этим народам. Дай нам не успокаиваться тем благосостоянием, которое Ты нам приготовил. Дай нам быть благодарными и двигаться дальше за Тобой, и быть не только слушателями, но и исполнителями Твоей воли во имя Иисуса Христа. Аминь. 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 Субтитры создавал DimaTorzok